Герой из трущоб Он дружок для всех на свете И живет свободно он Бога толка воспитала Дорогу выбрать помогла Впереди ему сказала Навстречу своей судьбе Оставив все, впустился в путь И имя его Ким По дороге опасностей много Но много друзей И конечно Ким Самый добрый, не умный, не ловкий И страха в нем нет Он найдет свою судьбу Предсказание Кима сбывается Он встречает человека на белой лошади Полковника Крейтона Благодаря медали, которую он показывает полковнику Тот признает его сыном, своего старого друга Он забирает Кима с собой Надеясь помочь ему поступить в колледж Сан-Саверио Тигр А вы долго дружили с отцом? Не очень долго Эта дружба была крепкая Но у нас были особенные отношения Какие? Я был старше его по званию А варные правила твердые Я не мог показывать слишком открыто Свою привязанность к твоему отцу Ну вот мы и приехали Вы не помните календарь, сеньора? 30 дней у нас в ноябре В апреле, в июне и в сентябре А 28 дней только в феврале Во всех же других Разве я сильно ошиблась с датой, мистер Барни? Да ведь вы сказали, что Рим был основан 31 апреля 753 года Папа, ты вернулся, наконец-то Эльза Хорошая моя, Эльза Как ты, дорогая моя? Мне тебя так не хватало Что? Это ты? Это невозможно Но ты Подожди, что с вами двумя? Не может быть Ты его дочка А что ты здесь делаешь вместе с моим отцом? Вы уже знакомы? Конечно Несколько месяцев назад он был в нашем доме, бамбли С листиком бумаги, на котором были дырочки И он сделал всё, чтобы он оказался у тебя Не может быть Ты Это ведь ты передал родословную племенного жеребца Вот это судьба Это действительно невероятно Ты действительно необыкновенный юноша, Ким Ха, да если ты хочешь знать То именно я помогла ему так блестяще всё сделать Что бы он делал, если бы не я? Эльза Что ты говоришь? Ты не должна никогда вмешиваться в подобные вещи Обещай мне Ты меня поняла? Конечно, я обещаю, папа, раз ты так нервничаешь Извини моё сокровище, но всё, что связано с моей работой, может быть очень опасным Я поняла Но что он делает здесь? Ты не можешь его помнить, Эльза Он появился здесь раньше, чем ты Он родился в этом доме В этом доме? Я знаю эту фотографию, папа Я видела её миллион раз Да, но я уверен, что даже за миллион раз ты не заметила одну деталь на этой фотографии Смотри Вон, внизу, справа Но Это рука! Да Это твоя рука, Ким Действительно Что я делал там, на земле? Ты полз к Эльзе, но твоя мама остановила тебя Видишь, какое недовольное выражение лица у Эльзы? Должна была быть вспышка магния, которая используется для того, чтобы освещать фотографии А после вспышки Эльза начала плакать Внимание! Улыбнитесь! Эльза заплакала от вспышки И тогда ты подобрался к аппарату и бросил вспышку на землю Я и твой отец взорвались от смеха Мой отец был там? Конечно А потом фотограф не мог забрать у тебя вспышку Почему? Ты как рыцарь, который разгромил дракона и спас принцессу, забрал себе боевой трофей А потом? А потом Эмили, моя жена, положила Эльзу рядом с тобой, и ты, наконец, бросил вспышку И Эльза прекратила плакать Мы играли вместе Постоянно Вы были неразлучны Так же, как и мы с твоим отцом А моя мама? Она была очень порядочной женщиной У нее были прекрасные отношения с Эмили Они могли гулять часами в парке Эмили обожала гулять Платит! С меня достаточно Мне не интересно, что я делала в два года И тем более, что делали вы двое Что на нее нашло? Она все еще переживает потерю матери Воспоминания о прошлом приносят ей боль Но, возможно, теперь, когда ты здесь Ей станет лучше Уходи! Не приближайся к моей комнате! Вон! Извини, я хотел только... Мне совершенно не интересно! Чего ты хотел? Мне жаль С возвращением, полковник! Ах, спасибо, мистер Барни! Как дела? Очень-очень хорошо! Эльза, кажется, особенно любит историю древности Тим! Тогда переходите к современной Представляю вам Кима Он пробудет у нас в доме какое-то время И я прошу вас давать уроки И ему тоже Имеете в виду историю Индии, господин? Нет, этот юнош-англичанин, как и мы с вами Его отец был моим лучшим другом И я теперь о нем заботюсь Я прошу прощения Ничего, начинайте сегодня же вечером, мистер Барни Будет сделано, полковник Вы не против, если мы начнем с истории нового мира? Нового мира? Это Америка, мой мальчик Ты никогда не слышал о ней? И Англия признала независимость американских колоний 30 ноября 1782 года И так, четырьмя годами позже Первым президентом США был избран Джордж Вашингтон Я никогда не слышала до этого историю американцев Они всегда казались мне более глупыми Сеньора Не существует народов более глупых или более умных? Вы меня поражаете? Все-таки они существуют Индийский народ, например Святое небо Во-первых, юноша, вы не индус Почему? Моя мать была индианкой Ну хорошо, значит, вы только наполовину индус Но коренные индийцы вовсе не глупы Их цивилизация существует тысячелетия Поэтому их поработили англичане А во что все вылилось? Какие глупости ты говоришь? Англичане помогают Индии Мы такие же люди, как индусы Что? Ты хочешь сказать, что моя мать была наравне с твоей матерью? Юра, прошу вас Как ты смеешь? Будь добр, не говори больше о моей матери ни слова Завтра лучше изучать геометрию История слишком опасна Мне тоже ее очень не хватает, дорогая Папа, ну почему? Я не знаю Знаешь, судьба бывает несправедливая Все же я здесь И ты можешь на меня всегда рассчитывать Спасибо, папа Но тебя почти никогда нет К сожалению, моя работа требует много времени Частых поездок И на мне всегда большая ответственность Когда ты снова уезжаешь? Скоро Но ты приехал только вчера Меня срочно вызвали в Дели Поверь, мне тоже очень жаль Хорошо, уезжай, уходи Ты мне не нужен Мне никто не нужен, понятно? Эльза, подожди Что ты делаешь здесь? Совсем ничего Я увидел этот рисунок тигра И вошел посмотреть его поближе Он очень красивый Бесполезно Ты что-то искал, не оправдывайся Нет, он правда красивый Ты видела когда-нибудь тигра? Конечно, я охотница Я убила его, а потом я нарисовала портрет Ты серьезно? Конечно Посмотри сюда Это все мне подарил мой отец Я ходила с ним на охоту, когда мне не было и пяти Вот это да Сколько тигров ты убила? По крайней мере, пятьдесят И раньше, чем мне исполнится шестнадцать Их будет сто на моем счету Знаешь, мне кажется, мы с тобой очень похожи Ты ошибаешься А вот и нет Я тоже люблю рассказывать всякие небылицы Выйди немедленно из моей комнаты Я не хочу больше видеть твою физиономию здесь Тогда где ты ее хочешь видеть? Выйди вон! Ухожу, ухожу Но я думаю, что если бы ты увидела тигра вживую Ты бы убежала от страха Прекрасные духи, мисс Кук Они напоминают аромат невесты на свадьбе Спасибо, мистер парни Можно узнать, где Ким? Почему он не за столом? Что ты хочешь от меня, папа? Я не могу заставить его есть Не разговаривай так с отцом, Эльза Нехорошо Хорошо, папа Юноша немного импульсивный, но беспокоиться не о чем К тому же Ким не отличается пунктуальностью Эльза А? Что с тобой? Тигр! Тигр! Где? Там, в окне! Мистер парни, не вижу! Ничего не вижу Я не брую тебя, я видела его папу там на улице Ну хорошо, сейчас я пойду посмотрю Нет, не делай этого, подожди! Никого Там снаружи никого нет, Эльза Пожалуйста, успокойся Я клянусь тебе, что я видела его Извините, что опоздал Садись, Ким ешь, а то остынет Спасибо, полковник Ммм, превосходно Извини, Эльза, а мне послышалось, что ты увидела что-то Занимайся своими делами и оставь меня в покое Эльза Извини Не понимаю, что с тобой Ты немного странная Видишь несуществующих тигров Тигров? Эльза утверждает, что у нас завёлся тигр, который гуляет по саду Правда? Тогда мы должны организовать охоту Я против! Эльза, немедленно вернись за стол, будь воспитанной Хорошего путешествия, полковник Спасибо Прощай, папа Эльза, не хочешь прогуляться по парку? Не хочу Я не хочу тебя видеть и слышать Оставь меня Хорошо Ты хочешь войны, и ты её получишь Сегодня рыночный день в деревне Майкл, не сходишь за покупками? Я готов идти, мисс Кук Это список Прошу тебя, не дай себя запутать этому хитрецу-пандиту Кто здесь? Помогите! Синьорина Эльза, что случилось? Тигр! Я видела его! Он был в метре от меня! Опять? Вы точно чувствуете себя хорошо, синьора Какой я молодец Эй, Дри! А ты где был? А ты слышал, какой рёв был? А, что скажешь? Хороший тигр Дри, это ты? Нет, это явно не ты Ну как мне вам доказать? Он здесь, в саду! Я видела его! Но, синьорина, это невозможно! Тигр, тигр в саду! Что? Теперь ты веришь мне, а? На этот раз это тигр настоящий! Бандит! Что ты здесь делаешь? Тигр! Тигр приходил в нашу деревню! Давайте запрёмся в доме И не будем выходить Когда он приходил, бандит? Первый раз он появился на прошлой неделе Он вырывал овец и курица, потом пропал Мы прочесали все леса, но сегодня утром он вернулся В деревне паника, все попрятались по домам Но что вы намереваетесь делать? Надо сообщить полковнику раньше, чем тигр кого-то съест Мы должны организовать охоту на него Хорошо Я попробую нагнать полковника К вечеру я доберусь до Дели И, возможно, завтра утром уже полковник будет здесь Мистер Барни, дети уже в своих комнатах Мистер Барни, где вы? А вот и я, мисс Кук Но... Мистер Барни! Теперь вы можете спать спокойно, мисс Кук Я буду караулить вас всю ночь Но где вы нашли это ружьё? Оно было на стене в зале трофеев И в ящике я нашёл патроны Если этот зверь появится, у него будут серьёзные проблемы Ах, вот что! Ну, простите, где вы взяли шляпу? Что? Не знаю, я просто взял её, вот и всё Понимаю Тогда вы будете хорошим, дозорным Спокойной ночи, мистер Барни Кто это? Это я! Я должен сказать тебе важную вещь Хорошо, входи Привет! Ну что? Прости меня, Эльза, я был неправ Хорошо Я рада, что ты это понял Но я должен тебе ещё кое в чём признаться Я понимаю, о чём ты Я тоже хочу тебе признаться Лучше ты первый скажи Хорошо Помнишь, ты видела тигра в окне И потом ещё в саду Это был я со шкурой на голове Что? Ты шутил надо мной? Секундочку Но тогда в саду я тигра не видела Да, я только рычал Но потом я столкнулся с настоящим Нос к носу Он был такой огромный Должно быть, это тот, что приходил в деревню Пандита А ты в чём хотела мне признаться? Ты был прав Я никогда не убивала тигра И никогда не охотилась моим отцом А ружьё и костюм охотника в шкафу? Он подарил это мне, но до сих пор я ещё не одевала его Да Мне кажется, самое время его достать Мистер Барни Мистер Барни Завтрак готов А, конечно, спасибо Я лишь не на минутку закрыл глаза Я знаю, конечно Располагайтесь на кухне Я собираюсь позвать ребят Да, хорошо Мисс Кук Вы действительно женщина, на которой можно жениться Мистер Барни Что случилось? Дети! Они исчезли! Значит так Тигр один раз был у нас дома И два раза приходил в деревню Таким образом Если мы будем двигаться к деревне Мы должны будем встретить его Немного нелогично Не находишь? У тебя есть план получше? Нет Но твой план точно неправильный Почему же? Хотя бы потому, что майор ружьё у тебя А у тебя костюм охотника Мы всё правильно разделили Костюм и ружьё Это один комплект Можем поменяться, если хочешь Оружие! К бою! Что? Слышала? Там, в кустах Какой симпатичный Стой, Эльза, не надо Иди сюда, маленькая Не бойся Я тебя не обижу Но... Что? Эльза, Ким Мистер Барни, что происходит? Где дети? Этот запах не смыть Он будет преследовать меня всю жизнь Но как может такое симпатичное существо Иметь такой отвратительный запах? Как? Не понимаю Лама обязательно ответил бы тебе Как-нибудь красиво Кто это? Мой учитель У тебя есть наставник, как мистер Барни? Что-то вроде того Но он необычный Он сказал бы с концу пару слов И тот не стал бы ему делать ничего плохого Вот так Он знает язык животных? Да Один раз мы встретили огромную кобру И он разговаривал с ней Как со старым приятелем Как же так? Я подошла к этому с концу с лаской? Да, действительно, это было так Но надо идти, давай не будем болтать здесь Спасибо, что помогаете, Беннет Это вас не затруднит? Я всегда готов помочь, полковник Если тигр в этой зоне, солдаты погонят его сюда А мы его встретим Я не могу поверить, чтобы моя девочка была такой бессознательной И тем более Ким Как он мог? Вы уверены, что дети в джунглях, полковник? В моём шкафу нет костюма и ружья Эльзы Это Ким виноват Возможно, брать его к себе в дом не очень хорошая идея Ким, далеко ещё до деревни? Нет, я думаю, нам осталось совсем чуть-чуть Ну подожди минуточку Это странное дерево, мне кажется, мы его уже проходили Что ты говоришь? Это невозможно Иди посмотри О, нет, я не верю О, да, поверь, ты водишь нас по кругу Как же так? Как я заблудился? Мы потерялись, это очевидно Что же нам делать? Возможно, мы могли бы позвать, но... О, ужас, смотри, это следы Следы тигра! Их точно не было здесь до этого Это говорит о том, что он очень близко Беннет Смотрите, вон там Ого, огромный Туда, давайте рассредоточимся Смотри Вижу Может, мы должны остановиться? Это был кабан Ким! Рядом, смотри! Чего ты ждёшь, Ким? Скорее стреляй! Нет Ты сошёл с ума? Учитель бы не убивал его, я уверен Тогда он съест нас! Надо поговорить с ним Какая глупость! Я закрою глаза и представлю, что это только страшный сон! Здравствуй, Хароль Джунглей! Должна быть, твоя душа благородна, раз ты возродился в таком обличии Я причина на смерть! Главное, не бойся Или в следующий раз ты родишься мышкой Или даже червяком Ну и что же он сказал на своём языке? Как ты думаешь? Не знаю, а ты уже открыла глаза Я нет, а ты? Нет, даже я нет Раз, два и три Где он спрятался? Там, сзади, посмотри Какой симпатичный! А, это была тигрица, а не тигр Осторожно, он может укусить Возможно, мама хотела познакомить его с обедом Ты нравишься ему Он понял, что я нежный, без штекса и без жира Давай, погладь его Ты щекотишь меня Ты красивый малыш Так вот, для кого тигрица воровала животных из деревни Она искала пищу для малыша Охота, значит, твой отец здесь Охота, значит, твой отец здесь Охота, значит, твой отец здесь Но что она делает? Уходит? Стой, они убьют тебя Ким! Хороший мальчик Теперь ты за всё заплатишь Беннетт! Беннетт! Убил! Нет Ким! Проклятье Не было никакой нужды убивать её Ким, где Эльза? Идиот, господин! Будьте спокойны, она в порядке Попал рядом с ухом Мех не тронутый, это будет великолепный ковёр Теперь твоя душа ещё благороднее Король джунглей Возможно, ты теперь будешь божеством О, нет! Эльза Вы не должны были убивать её, папа! Моя девочка, ты в порядке? Нет! Это нехорошо! Как же он теперь без матери? Но... Мне жаль, Эльза Я хорошо знаю, что он чувствует теперь И я тоже Я не могу вернуть ей жизнь Но кое-что мы всё-таки можем сделать Удивительно Индейка – моё любимое блюдо На этот раз вы превзошли себя, мисс Кук Спасибо, полковник Кому первый кусочек? Ты что творишь такое? А вот чертёнок Мок, остановись Мне жаль, папа Мокко! Моя индейка! Всё-таки я не понимаю Ни слова, мистер Барни, я прошу вас Мокко! Плохой, плохой, брось её! Смотри, он выглядит как генерал Давай не будем говорить это моему отцу Ему не хотелось бы выполнять приказание тигрёнка Мультфильм озвучен на студии Handmade Sound Перевод Александры Шедловской Песню исполнила Александра Смирнова Роли озвучили Дмитрий Богдан и Екатерина Кудринская Звукорежиссёр Артём Каркач Звукорежиссёр Звукорежиссёр Песня. Воспоминания Олимпийск Волоспильм Присо все Роспильм Присо все Добро пестан Редактор субтитров А.Семкин